С каждым днем Душанбе стремительно преображается. Каждое новое здание, в котором сочетаются национальный и европейский стили и своеобразная архитектура древнего таджикского зодчества, становится достойным украшением города. Тенистые парки и скверы своими цветущими клумбами, декоративными деревьями и цветущими кустарниками, фонтанами и другими элементами дизайна придают столице суверенного Таджикистана неповторимость и величие. За последние годы высшим руководством города и страны были приняты беспрецедентные меры в области строительства и благоустройства. Масштабное строительство и прогресс во всех сферах социально-экономической жизни общества придали импульс стремительному изменению облика Душанбе. По инициативе председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Имумали, в Душанбе постепенно реализуется новая градостроительная политика, в рамках которой возводятся деловые, научные, образовательные и спортивные центры, социально-культурные объекты и производственные предприятия, обеспечивающие местным жителям новые рабочие места. Строительные работы в зданиях и сооружениях различного назначения города проводятся с учетом требований современности и в соответствии с международными стандартами. Сегодня Душанбе превратился в современный мегаполис с соответствующей инфраструктурой, новым обликом улиц, колоритными зданиями с уникальной архитектурой, сочетающей современный стиль и национальный колорит. Столица Таджикистана обладает особой аурой. Яркая и процветающая столица не сбавляет обороты своего развития. Жители столицы задают с утра стремительный темп жизни и заряжают энергией и драйвом атмосферу главного города нашей страны. И размеренный ритм по вечерам, когда после рабочего дня жители и гости столицы устремляются в прекрасные парки и скверы, которыми изобилует Душанбе. Ведь наша столица стала одной из самых зеленых и цветочных городов мира. Меня зовут Саид Ризван Бухари. Я приехал из Пакистана. Мне очень понравился Таджикистан. Красивый, благодатный край, гостеприимные, отзывчивые люди, чистые улицы. Я был во многих странах, но Таджикистан мне понравился больше всего, особенно город Душанбе. Здесь переплетается культура Востока и Запада. Это заметно по архитектуре, по местной кухне и в самих людях. Я влюбился в Душанбе и буду всем своим знакомым рассказывать об этой сказочной стране. Очень радует то, что много цветов, много деревьев. Поэтому пусть процветает в Таджикистан, цветет. Это очень-очень сейчас действительно стал красивым городом. И нас сюда постоянно тянет, тянет и тянет. Слов нет. Это очень. Недаром говорят, что Душанбе – это город цветов, город добродушных людей, город гостеприимства. Это мой первый визит в Таджикистан, в Душанбе. Очень зеленый, красивый город, очень свежий воздух, много орыков, рек. Мне нравятся ваши большие проспекты, очень много деревьев. Я живу в Алматы, хотя он считается яблочным городом, зеленым, но ваш город гораздо красивее в этом плане. Очень дружелюбные люди. Красиво все сверкает, светится. Видно, что люди хорошие, добрые. Прямо у меня огромное такое, я под впечатлением. Мы каждый день выходим на улицу, мы что-то смотрим, что-то видно, видим для себя что-то. Всегда что-то новое. Можно много зачерпнуть. Я первый раз здесь. Я сама в Сибири. И для меня это, конечно, удивительно. Дома, как все. Парки очень красивые. Это очень красиво. Фонтаны. Детям для детей все сделано. Даже в вечернее время дети счастливы, родители рады. Хорошее впечатление. Я из Бразилии. Очень рада принимать участие в этом интересном празднике. Я была во многих странах, но такого красивого края и радостного праздника урожая я еще не видела. Душанбе всегда считался городом мира, дружбы и добра. А теперь он стал еще более современным, приобрел новые краски и неповторимую ауру. Зумрад Файзиева, Дельшоди Хужбах. Новости. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok